Рассказы И до наших дней дошла светлая и чистая красота народного творчества. Павловский посад Старинный русский город на реке Клязьмин, недалеко от Москвы. Известен он еще с 1328 года как село Павлово или Волхно. А знаменит этот город тем, что издавна делают здесь удивительной красоты платки. Так их и называют Павловские. Обычай покрывать голову платком уходит вглубь веков. Первые платки пришли на Русь с востока, еще во времена Московской Руси. Персидские и турецкие шали. Постепенно они стали непременной деталью русского костюма. Сначала дворянского, а позже купеческого и крестьянского. Платок не только делал костюм законченным, он был его главным украшением. Не обходился, да и теперь не обходится на Руси праздничный женский наряд бескрасочного цветастого платка. И самый знаменитый из них – Павловский. Павловские платки ведут свою историю с начала 19 века, как «наш ответ на кашмирские шали», которые вошли в моду на рубеже 18-19 веков. Женский туалет тогда не мыслился без огромной и, как правило, безумно дорогой шали. В Европу такие шали привез Наполеон Бонапарт из египетского похода в подарок своей жене Жозефине де Багарне. Из шали делали покрывало, шили платья и даже использовали для украшения интерьера. Русские тканые шали, так же, как и восточные, стоили очень дорого. Цена их нередко измерялась тысячами рублей. Известно, что самым дорогим предметом в приданом Наталье Гончаровой была именно шаль. Но красивыми хотелось быть всем и удовлетворить спрос тех, кто обладал более скромными средствами, можно было только набивными платками. В то время в Богородском уезде Московской губернии, куда входил и Павловский посад, насчитывалось более 70 шелковых платочных фабрик, принадлежащих крестьянам. Была среди них и шелковая фабрика крестьянина села Павлова Ивана Дмитриевича Лабзина, основанная в 1795 году. Эту дату и считают годом основания Павлова-посадской платочной мануфактуры. К середине XIX века мануфактура перешла к правнуку Ивана Лабзина, Якову Лабзину, который вместе с компаньоном Василием Грязновым, известным своими богоугодными делами, и наладил на фабрике выпуск более дешевых по сравнению с тканами, платков и шалей с набивным рисунком. Впрочем, прошли годы, прежде чем выработался особый старопавловский стиль набивки – красочный растительный орнамент. Как и два века назад начинается все с художника. Когда берешь белый лист, это, наверное, самое страшное, что-то может быть только у художника. Белый лист, и нужно сказать что-то. А сказать еще, в общем-то, нечего. Не знаю, как кто, я начинаю просто чертить по листу карандашом. И через какое-то время рисунок сам выкристаллизовывается. А иногда рисунок просто может присниться. Когда он приснится, тогда проще. Можно просто брать карандаш и рисовать. Сначала художник создает крок. Рисунок будущего платка, выполненный на ватмане гуашью. Вот в этом рисунке 24 краски. Нет, 21 краска. 21 краска. И я использую 21 кисточку. Для того, чтобы краски, которые ложатся на рисунок, были чистыми. И чтобы краска с одной кисти на рисунок не попадала. Допустим, после фиолетовой, когда я начинаю рисовать желтой, не хотелось бы, чтобы в чистых желтых цветах были вкрапления фиолетового. Кисть до конца не вымывается. Я стараюсь пользоваться другой кисточкой. Обычно изображается только та часть рисунка, которая в платке повторяется. Четверть или половина. Иногда платок рисуется полностью. Над рисунком художник работает в течение двух месяцев. Музыка. 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 Мы должны это все пропустить через себя. Все события, какие происходят у нас в жизни. И уже на лист выплескивается чистый, яркий поток наших мыслей, моих мыслей. Они чистые, они яркие, они оптимистичные. Они зовут человека быть чище, лучше. Вот этот рисунок называется «Счастливица». И я подразумевала раньше, конечно, когда рисовала, думала назвать его «Любовь». Потом подумала, нет, наверное, Надежда. А может и Вера. А потом объединила все эти три имени женских и назвала «Счастливица». Такой должна быть женщина. Как только рисунок художника утвержден, к работе над ним подключаются колористы. Их задача – подобрать рецепты печатных красок. Истинный цвет будет виден только после обработки ткани паром и промывки. Это нужно для закрепления краски на ткани. Поэтому колористу приходится делать множество пробных набивок, прежде чем будет получен окончательный рецепт. Затем в красковарке готовятся краски. И только тогда начинается печать. Традиционно павловский платок набивался так. Сначала сотканную и отбеленную материю нарезали по величине платков и укрепляли на деревянной раме. А для набивки наиболее сложных узоров приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком. За смену набивали 15 платков. Другие там набивали 18, в зависимости от сложности рисунка. Рисунок на платочную ткань наносился деревянными резными формами, которые называли манеры и цветки. Цветками на ткань наносились краски, причем каждый цвет требовал отдельной доски. Манерами же набивался контур рисунка. Цветка наносит один рисунок, например, роза, одна роза, зелень, другой. А манера – это как простой карандаш рисуется платок. Их изготовление было более трудоемко. Вначале узор на дереве прожигался на определенную глубину, затем заливался свинцом. Чтобы доски не коробились, их делали трехслойными, располагая волокна древесины в разных слоях перпендикулярно друг к другу. Такие доски служили по нескольку десятков лет. Кто старший на столе, он начинает с манеры работать. Он считается как старший. Он идет манером, первый заводит. А потом уже идет второй за ним. Поскольку изготовление цветок и манер на величину всего платка было порой просто невозможно, рисунок разбивался на части. От четырех в простых до двадцати четырех частей в больших платках со сложным узором. Эти платки имели, как правило, и сложный колорит. В шестнадцать и более цветов. На каждый платок четыре угла, четыре приставки, четыре сияны. Это только одной краски. А красок десять. Для набойки платка требовалось порой более четырехсот наложений досок и очень точное совмещение частей узора. В процессе набойки мастера ходили вокруг набивочного стола в своеобразном хороводе. КОНЕЦ 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 За долгие годы сами павловские платки практически не изменились. Современные шали украшаются так же, как и два века назад. Несколько изменилась технология. Ткань ткут тут же, на фабрике. Сотканная ткань натягивается на специальный стол. Краска наносится печатниками на ткань не деревянными формами, а с помощью специальных шелковых или капроновых сетчатых шаблонов. Та часть отверстий на них, в которые не должна попадать краска, закрыта воском. Краска наносится раклей, специальной планкой с прикрепленной снизу резиновой полосой. Набив первую, чаще всего светло-розовую краску, на стол накладывается капроновый шаблон для нанесения другой светлой краски – зелени. Потом, по установленному веками порядку, набивают вторые, третьи краски и так далее. Печать по шаблону позволяет наносить неограниченное количество цветов, получать на ткани тонкий изящный контур и очень точно совмещать отдельные элементы рисунка. Число шаблонов доходит до полусотни. Затем платок попадает в зрельник – специальную камеру с высокой влажностью, где и прозревает. Становится не только ярким и насыщенным, но и мягким. Потом платок промывают и сушат. И хотя в основном печатают платки на современных машинах, самые ответственные операции по-прежнему выполняются вручную. Полотнище разрезается на отдельные платки, края обшиваются и к ним приделывается бахрома, дополняющая неповторимую красоту платка. Вязание бахромы начинается с узелков. А если шелковая бахрома, то эта бахрома обвязывается в пять клеточек. А шерстяная – это только в три клеточки обвязывается бахрома. Бахрома бывает разной. От обычной, состоящей из отдельных бахромок, до сложной, связанной в несколько рядов клеток. Когда обвязываешь платок, это самое главное, что чувствовать пальцем, как завязывается клеточка. И глазами смотреть, чтобы было все ровненько. Вязание бахромы – особое искусство. От настроения тоже зависит. Иногда можно платок не два часа вязать, а три-четыре. Какое настроение. И вот она – красота. Традиционный павловский узор – это цветы и листья. Композиции платков могут решаться пышно, торжественно или, напротив, легко и изящно. Народными мастерами давно уже подмечено, что зеленый и красный цвета взаимно усиливают друг друга. А темный фон как бы приближает изображение к зрителю, придает узорам объемность, а вещи в целом – таинственность. Поэтому и колорит павловских платков – яркий, сказочный. Классический павловский платок – цветущий райский сад. Это буйство букетов садовых и полевых цветов в углах платка и гирлянды по крайней мере. Угол платка набивается мотивом из фантастически роскошных растительных композиций. Главную роль здесь чаще всего играет роза. Но встречаются и другие цветы – георгин, лилии, ромашки, тюльпаны. Пышные букеты привязываются к фону маленькими, как бы рассыпающимися букетами из полевых и садовых цветов, колосков, веточек, ягод и травки. Кайма платка может быть тяжелой и занимать большую часть поля. Или наоборот – изящной, некрупной, составленной из небольших роз и мелких цветков, прихотливо вьющихся по краю платка. И каждый мотив его наполнен красотою и радостью. Сегодня детище Лобзина и Грязнова, Павлово-Посадский платок, знаменит во всем мире, как один из символов России, а его изображение есть на гербе Павловского посада. Достояние, можно сказать, Павлово-Посада. Потому что они единственные в России. Вообще в то время одна единственная фабрика наша только. Нигде нет, до сих пор нигде нет никаких фабрик. В нем, как в ярком явлении подлинной русской культуры, нашло отражение народное видение красоты. Воплотился национальный вкус русского народа и символ русской женщины. И она просто потянется к нему. У нее руки просто потянутся. А от него теплом верит. Павловский платок по сей день хранит дух и стиль старых образцов, мастерство и самобытность народного промысла. Мне кажется, Павлово-Посадский платок – это марка города. Он по-прежнему желанный подарок и изысканное украшение. Платок есть платок, на плечах красиво, и одеть красиво. И как 200 лет назад горят на нем яркими красками неувидающие павловские цветы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok